Ухте, откройте. Я депутат Верховной Рады. Свои, свои. Держат тут. Там же СОВ стояли, и не держат. Стоял? Ну это смело. Стоял? Так это вход. Это вход. Это вход. Стоял. Стоял. Мы родственники. Мы працюемо по 20 годы, чтобы народ продела. Чтобы они много прибыли. Народите, чтобы вы обремя получаете. Вать-ва! 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 Давай, что-то. И все люди будут работать, в село живут, не только в Смурин и Ирвань, а в округе в Сесуре. Видел поздравление, что Романдян. Что Романдян с детьми? Насается до губернатора. Спорт-комитет. Да ладно. Да ладно. Приходите на завтра, а вы пошли завтра. Мехашон издевает не только над нами, а над теми людьми, которые там сидят. Мы же без обид. Это вы так своих подчиненных уважаете. Так как у нас есть меморандум с областной радой, то надо быстренько сделать вернение. Сегодня акт сделать законный, что он не обратил внимание на наше державное предприятие. И совсем закрылся. Но вы видите, чем оно закончилось. Значит, дело с вернением на комиссию областной рады. И там при меморандуме создать быстренько и выложить недоверие товарища Прокопенко. Другого выхода нет. Они просто решили нас с изгором взять. Не надо нас с изгором брать. Мы сделаем по-другому сейчас. Мы содержим вот эту власть. Мы содержим. Вы своим трудом, работая в пыли, в грязи, содержите вот этих слуг народа. Вот сейчас на всю Черниговскую область, на всю Украину они показали, чего они стоят. Они, мы как будто сейчас стоим возле этой собачьей будки, блин, понимаете, и просим у них чего-то. Это не политическая акция. А я, как председатель профсоюзной организации, от имени своих людей, своих рабочих Смолинского абрикетного завода, обратился ко всем партиям, ко всем депутатам Верховной Рады. Мы беспартийные, но мы попросили, чтобы все партии нас поддержали. И поэтому эта акция не политическая. Мы просто сегодня посмотрели, как нас принимает наша власть. Это те люди, которым мы платим податки. Это те люди. Я думаю, что у товарища Прокопенко завтра только одна дорога – брать портфель и бежать подальше от Черниговской области. Спасибо всем, кто нас поддержал. Спасибо нашей полиции, что нас защищает здесь. Спасибо сотрудникам СБУ, что нас здесь поддерживают, чтобы нас здесь не украли россияне. Спасибо всем, спасибо всем. Честно скажу, мы нормально пришли, ни на кого не нападали, дверь не выносили. Могли приехать спецтехнику привезти, могли, могли. Могли привезти торф здесь накидать пару КАМАЗов. Могли, могли. Можем здесь ночевать. Вопрос в том, что мы хотели конструктивно пообщаться, чтобы Андрей Леонидович показал свою работу. Потому что он работает здесь за налоги, в том числе всех вас. Он этого не делает. Но это он делает хуже себе. Владимир Александрович, насколько я уже знаю, в курсе этой ситуации. Ему переслали видео. Я надеюсь, он посмотрит и задаст вопросы. Я имею ввиду Зеленский. Задаст вопросы Андрею Леонидовичу так хорошо, который работал в свое время на Российскую Федерацию. И, наверное, продолжает на нее работать. Потому что отжать-то хотят российские компании эти земли и этот завод попелять. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки переломаем эту ситуацию. И больше нам не придется здесь собираться для того, чтобы отстаивать свои права. Уже не первый раз мы сюда приезжаем. Значит, пан Прокопенко приезжал к нам на завод, видел, как завод работает. И пообещал помочь заводу. Почему? Потому что с января месяца у нас на государственное предприятие назначен директор, который хочет уничтожить последние два завода в Черниговской области. Это торфяные заводы. Торфяные – это Смолинский торфабрикетный завод и Ирванцевский торфабрикетный завод. Раньше на Украине было 26 заводов, 7 из них в Черниговской области. Мы от него вымогаем первое. От того, чтобы он решил вопрос премьер-министром Украины и министром энергетики, чтобы сюда на государственное предприятие Чернигов Торфа и на управление не назначали так называемых парашютистов, которых засылают туда для уничтожения этих предприятий. А назначили сюда человека Черниговского, который бы болел душой. Есть такие люди, но почему-то в последнее время это. И это в силах головы областной администрации. Потому что до этого, которые были губернаторы Кулич, Мысник, они помогали заводу. Потому что проблема завода давно. Ну, а Прокопенко только обещает. Приятного. Продолжение следует...